Добрый день, друзья! С вами шеф-повар Олег Ольхов и наша одна из самых интересных рубрик, которая называется «Два шефа у Эка Тандыры». Сегодня у меня в гостях питерский шеф-повар Михаил Гаврилов. Здравствуй, Миша! Здравствуй, Олег! Я знаю, что ты сейчас работаешь в Москве. Расскажи нашим зрителям, где? Абсолютно верно. Я работаю сейчас в Москве на ВДНХ в доме российской кухне. Я шеф-повар Корнера в Карелии есть. В Карелии есть! Отличное название! Сегодня мы с тобой будем готовить, ну, учитывая то, что я из Петербурга, сегодня мы с тобой будем готовить великолепную петербургскую корюшку, поэтому считаю нужным немедленно приступить. Я ждал этого, друзья, потому что Петербург славится своей корюшкой. Друзья, для блюда нам понадобится наша великолепная корюшка, мука, соль и, собственно, растительное масло. Все очень предельно просто. Приступаем к приготовлению, но прежде я хочу задать Михаилу каверзный вопрос, как я люблю это делать. Миша, скажи, ты когда-нибудь готовил на тандырь? Признаться честно, никогда. Очень хорошо, потому что у тебя будут свежие впечатления. Мы будем готовить с тобой корюшку на саджи. Это я решил. Скажи, на саджи ты готовил? На саджи готовил, да, конечно, но это будет интересно сделать на саджи именно в тандыре. Хорошо, отлично. Значит, у нас вот здесь расположен садж. Он специально сконструирован для эко-тандыра. Вот он такой удобный. А вот это у нас очень удобная подставка, которая легко превращается в столик, если на нее поставить доску. Скажи, мы должны сильно раскалять? Да, саджи, мы раскалим сильно, потому что нам нужно именно быстро обжарить корюшку, чтобы у нее был великолепный цвет, а прожарится она у нас очень быстро. Ну, здорово. И Миша принес еще вот такую классную штучку. Это маленькая лопаточка для корюшки. С помощью нее мы ее будем переворачивать. Отлично. Так, давай, ну еще раз, нам понадобится всего-навсего свежайшая корюшка. Свежайшая гневская наша корюшка. Кстати говоря, корюшка у нас ловится как в Неве, так и на Ладожском озере, да, то есть и в Финском заливе. Это просто, ну, все, наверное, знают, все слышали, что когда весна в Петербурге, вот этот огуречный запах, да, поэтому я, как представитель Петербурга, не мог пройти мимо и не напроситься к тебе именно с этим блюдом. Ну, здорово, давай готовить. Начнем. Давай, начнем. Ну, нам понадобится по большому счету только сама корюшка, мука, соль и растительное масло, да? Вот и приступаем. Здорово. Давай, я тебе поздаю, ты работая, я тебе поздаю каверзные вопросы сейчас. Миша, я знаю, что ты не так давно пришел в профессию, хотя ты уже состоящийся шеф и достаточно известный, друзья мои, это я вам скажу точно, потому что Михаил уже является даже наставником, вот, но он сейчас сам нам немножко расскажет о том, как он пришел в профессию. Ты знаешь, да, на самом деле в профессии я абсолютно недавно по, ну, меркам, наверное, поварским, я в профессии пятый год. Ну, уже, уже, уже неплохо. Ну, неплохо, да, пока просаливаю корюшку, да, в ножичку. Давай. Сделаю небольшой массаж с солью, расскажу. Виной всему, наверное, была пандемия, потому что все встали, работа встала, я работал тогда абсолютно в иной сфере, я работал в сфере туризма, а как ты понимаешь, туризм на тот момент отмер просто. Да, мы все это пережили. Абсолютно, да. Вот, и надо было что-то делать, прекрасное время было для того, чтобы немножечко поучиться. Я тем временем нашел себе творские курсы и решил получить. Мне всегда было интересно, на самом деле, что происходит с курицей, когда ее бросаешь вот в кипяток. Ну, то есть, готовить ты всегда любил? Абсолютно всегда, я всегда и готовил. Вот, но с именно, так скажем, химической, технической точки зрения, да, было, с физической точки зрения, интересно было посмотреть на сам процесс изнутри, так сказать, познать внутреннюю кухню. Что, собственно говоря, мной было сделано, я пошел на поварские курсы, и самое волнительное, наверное, на тот момент было, когда я их закончил, выйти на практику. Кто-то, ну, сам понимаешь, да, кто-то на мне ехать, шел и так далее, да, а я прям шел и волновался, думаю, каков он будет, мой первый день на кухне. Вот, по-русски скажем, кайфанули я, да, вот там. И, на самом деле, да или нет. Понравилось? Ну, я до сих пор здесь. Ну, знаешь, как бывает, вышел первый день, ужаснулся, пришел домой, немножко пришел в себя, и ладно, попробую еще. Я просолил корюшку. Отлично. Сейчас я ее обваляю в муке, у нас уже очень хорошо раскалилось масло. И сейчас мы ее начнем обжаривать. Обжарим. Самый волнительный момент. Сейчас Михаил будет закладывать рыбку в садж. Поехали. Ох, ты же кворчала, дорогая. Красотка. Как хорошо быть в роли зрителя. Смотри, какая красота. Ну, ей все равно еще полежать минутку-то точно надо будет. Я пока обваляю остальное в муке. Когда мы корюшку прочистили и промыли, ее все-таки надо просушить обязательно бумажным полотенцем. Кожа должна быть сухой, чтобы ее не разорвало во время жарки. Поэтому, когда мы выпотрошили рыбу, мы положили ее на бумажное полотенце. Очень красивая рыба. И аромат свежего огурчика наполнил собой измайловский Кремль. Я думаю, давно в измайловском Кремле такого не было. Я вообще не помню такого. Спасибо, что приехал накормить нас пузырькой. Спасибо, что пригласил. Так. Опасный момент. В это время, друзья, брызги маслом могут на вас попасть. И все повара очень рискуют, когда жарят что-то в большом количестве масла. Поэтому профессия у нас достаточно опасная. Когда я работал на горячем цехе, у нас, собственно говоря, все руки вот здесь. Сам, наверное, помнишь прекрасно в таких вкрапинку, в ожогах. От сковородки у меня до сих пор. А еще, когда в духовку ставишь, потом вот здесь тоже в ожоге. Это издержки профессии, как говорится. Мы ее на полотенце будем кладать. Сейчас я приготовлю специальную тарелочку. Для этого мне нужно вас немножко покинуть. Ну, а мы здесь уже практически закончили. У нас корюшка румяная. Ей нужно буквально по 1-2 минутки в зависимости от величины рыбки. С каждой стороны вы увидели золотистую приятную корочку. Значит, в принципе, ваша рыбка готова. Сейчас мой коллега, друг и напарник принесет нам прекрасную тарелочку. Для чего нам нужна салфетка? Салфетка нам нужна для того, чтобы весь лишний жир, а как вы видите, масла здесь немало, впитался сразу в нее. Так, давай, давай, давай. Оппа. Готово. Вот она красоточка. Посмотрите, какая аппетитная рыбка. Но мы сразу продолжаем жарить. К следующей закладочке, да. Итак, вторая партия готова. И сейчас мы поменяем масло, потому что мы хотим на свежем масле. Для этого я сниму садж, а для этого воспользуюсь кевларами-перчатками от Эко Тандыра. Они у меня такие боевые. Я часто готовлю на тандыре, поэтому они у меня немножечко почернели, но крепости своей не потеряли. Снимаю садж и сейчас уберу старое масло бумажным полотенцем, после чего мы нальем свежее. А я пока стряхну лишнюю муку, чтобы у нас масло не горело за счет муки, которая туда падает. Поэтому, если вдруг, дорогие друзья, вы видите, что у вас маслица уже в такую крапинку черную, то это масло однозначно пора заменить. Что, собственно говоря, у нас сейчас и произошло. Очень удобно, да, Стандыр? Очень удобно. Моментальная утилизация происходит. Ну что, наш садж чистый. Да, давай. Греем новую партию масла. Давай, новая, свежая. Оно у нас согреется уже на много быстрее, потому что у нас садж не успел остыть. А садж чугунный, да? Да. Да, да. Я смотрю, температура, мне кажется, можно было даже не снимать и прямо там, собственно говоря. Да, он долго, он долго держит температуру. Вот эту великолепную рыбку. Напоминаю, эта рыбка готовится очень-очень быстро. Одна-две минутки с каждой стороны до румяна, и она уже готова. С каким бы гарниром вот ты бы хотел корюшку? Я, конечно, ее люблю есть вот как она есть. Я тоже. Чисто моно. Но иногда вот... Точно, никакой гарнир, не знаю, вот свежий огурец. Мой любимый гарнир. Точнее, прикуска. Освежает. То есть, вот ты сначала получаешь вкус свежего огурца от корюшки, а потом ты берешь свежий огурец, свежий, настоящий, да? Или даже вот малосольный тоже хорошо, и закусываешь просто огурчик. Прекрасно, да, кстати говоря, соглашусь с малосольным или соленым огурчиком. Прям огурец к огурцу, да? Огурец к огурцу. Но больше ничего не надо, это просто рыба портить гарниром. И эту рыбу портить гарниром не нужно. Это точно. И лимоном я не поливаю, потому что у лимона бьет просто вкус корюшки. Абсолютно согласен. Какую угодно рыбу. Я вообще не люблю, на самом деле, вот у нас же принято, да, все-таки рыбка, лимончик. Есть такая традиция. А я не люблю кислоту в рыбе. Вообще, в принципе, чем чище вкус самого продукта, я даже иногда вот в нашем заведении против того, чтобы посыпать. Мы не солим, не перчим рыбу, когда готовим у себя. Почему? Если гость захочет, он досолит ее сам. Совершенно верно. Тут мы показываем именно настоящий вкус. Ну, в данном случае, нашей карельской рыбы. А здесь мы покажем настоящий вкус. Ну, мы, правда, немножко присолили. Вот. Покажем этот чистый вкус нашей корюшки. Я напомню нашим зрителям, что Михаил работает сейчас в Москве, в Корнере, который называется «В Карелии есть». Вы можете его посетить и попробовать настоящую карельскую кухню, кухню Республики Карелии в Москве на ВДНХ в доме российской кухни. Так точно. Приглашаю всех. Будет очень-очень вкусно. Ах, зарумянилась-то как. Красоточка. Сейчас уже, видите, моментально готовится. Две минутки. Особенно на садже, особенно в тандыре. Это открытый огонь. Я вообще люблю готовить на открытом огне. Я очень люблю. Спасибо тебе за приглашение и за этот опыт. Это действительно интересно. На здоровье. Я буду тебя еще звать. Обязательно. Я с радостью приму приглашение. Скажи, пожалуйста, а в ресторане, вот, допустим, представь, что у тебя свой ресторан. Хотел бы ты иметь тандыр в ресторане? Пожалуй, да. Пожалуй, да. Потому что, я так понял, он очень универсален. Потому что я его осмотрел еще до съемок. И открытый огонь, пожалуйста. Мы можем его и закрыть. Мы можем в нем печь. Мы можем в нем жарить. Это... А место, самое главное в формате ресторана, да, занимает совсем немного. Мы готовы. Отлично. Так, минуточку. Давай. И последняя партия рыбки готова. Сейчас мы ее немножко уберем жив с салфетками и будем выкладывать на тарелку. Ну что ж, друзья, на ваших глазах шеф-повар Михаил Гаврилов приготовил настоящую питерскую корешку. Это было очень вкусно. Это было очень ароматно, друзья мои. И жаль, что вы не можете попробовать. Но вы можете также готовить, как и мы. А с вами были шеф-повара Михаил Гаврилов. И шеф-повар Олег Ольхов. До встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok